Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины или курса «Вспомогательные исторические дисциплины». После большой и важной и интересной темы «Историческая хронология» мы занялись изучением не менее важной и интересной темы «Историческая метрология». И на этой лекции мы поговорим о создании и распространении метрической системы мер. Настолько нам уже привычной и обыденной. Но так было не всегда. Итак, начнем с создания метрической системы. В то время как Россия шла по пути изживания областных мер, заменяя их московскими, в более развитой и техническом отношении Западной Европе уже в 17-м столетии начинается серьезное обсуждение вопроса об унификации мер и создании устойчивой системы, основанной на неких незыблемых принципах, не зависевших от превратности политики. Наиболее продвинулась в этом отношении Франция. Практическими шагами здесь были попытки правительства уничтожить привилегии феодалов на применение местных мер и ввести единую для страны систему, основанную на парижских мерах. Однако реформа продвигалась медленно и проблема не была решена до начала Великой Французской буржуазной революции 1789 года. Отрицание основ старой жизни в данном случае коснулось и национальных мер. Революционное правительство и в данной области избавлялось от наследия Королевской Франции. Уже в 1789 году генеральные штаты собирали предложения о реформировании мер. В них ясно просматривалось желание иметь меры, основанные на неких устойчивых явлениях природы. Проектов поступило много. Просмотрев их, национальное собрание издает декрет от 8 мая 1790 года о реформе и поручает подготовительную работу Французской академии наук. На деятельность специальных комиссий, созданных при академии, значительное влияние оказали предложения, ранее высказанные французским астрономом Пьером Франсуа Андре Мишеном и выдающимся дипломатом и политиком Шарлем Морисом де Талейраном Перегором, известным под коротким именем Талейран. Мишен предложил взять за основы мер длины, величину отрезков дуги земного меридиана в одну минуту, а также построить будущую систему на десятичном принципе. Талейран же использовал по существу давно обсуждавшийся проект о принятии за основу мер длины секундного маятника, с той лишь разницей, что зная о разном значении длины такого маятника на различных широтах, он предлагал длину секундного маятника на фиксированной широте 45 градусов. В результате работы академических комиссий за основу единиц длины взяли одну сорокамиллионную долю четверти дуги парижского меридиана и поделили ее по десятичной системе. 26 марта 1791 года национальное собрание Франции утвердило доклад Академии наук с указанными предложениями. Работу требовалось перевести в практическую плоскость, то есть на основе новейших научных достижений необходимо было измерить величину упомянутой дуги. Географически на место Тиана просервалась от Дюнкерка на севере до Испанской Барселоны на юге. Работу поделили два академика. Мишену достались измерения на территории Испании от Барселоны до Родеза в Пиренеях, а Деламбру от Родеза до Дюнкерка. Измерения, начатое в июне 1792 года, прервала франко-испанская война, в ходе которой, в частности, Мишен был арестован испанцами. Измерения таким образом грозили затянуться на неопределенный срок. В связи с этим французские власти приняли решение воспользоваться старыми данными, полученными Цезарем Франсуа Кассини и Николаем Луи де Лакайлем еще в 1739 году при картографировании Франции. Итак, конвент утвердил новую систему мер 1 августа 1793 года, а специальным законом от 7 апреля 1793 года новая система была введена в обиход. Планировалось сделать метрическую систему обязательной к концу 1797 года. Из-за отсутствия точных сведений о длине четверти дуги меридиана, основная единица длины метр, равная одной 10-миллионной части четверти дуги парижского меридиана, в нем названа временной. Длина метра, выраженная в старых парижских мерах длины, составила 3 парижских фута и 11,44 линий. Главный эталон метра, запомните, пожалуйста, это важно и интересно, изготовили из платины, такого редкого драгоценного металла, как платина, а эталонные образцы для раздачи в регионы были изготовлены из более дешевого простого металла, из латуни. За основную меру веса закон принял грамм вес 0,01 кубического метра чистой воды при температуре таяния льда в 0 градусов. Для жидких и сыпучих тел за основу взяли литр 0,1 кубометра, а для дров единиц измерения стал стер, 1 кубический метр дров. Для поверхности была взята такая единица, как ар, это квадрат 10 на 10 метров. То, что у нас называется сотка. Наименования основных единиц, обратите внимание, были взяты из греческого языка, то есть метрон, мера, арус, пашня, грамма, надпись, литра, весовой пункт, стереос, твердый, оттуда стер, да, мера единицы измерения дров. Для обозначения единиц измерения были приняты либо греческие числительные, мирно, 10 тысяч, кило, 1000, гекта, 100, дека, 10, либо латинские, мили, 1000, санти, 100 и деци, 10. Таким образом были разработаны следующие меры длины. Мириометр был равен 10 километрам. Километр был равен 10 гектометрам. Гектометр был равен 10 декаметрам. Декаметр был равен 10 метрам, а метр был равен 10 дециметрам. Дециметр в свою очередь равен 10 сантиметрам, а сантиметр был равен 10 миллиметрам. Видите, практически ничего не изменилось, да? Меры поверхности это мириар, киллар, гектар был равен 10 декарам, а декар был равен 10 арам, а ар где-то 10 декарам и так далее. В общем, не будем в более мелкие меры углубляться. Меры сыпучих и жидких тел назывались мириалитр, киллалитр, гекталитр, декалитр был равен 10 литрам, допустим. Литр был равен 10 сантилитрам, а сантилитр 10 миллилитрам. Меры веса были такие, как мириаграмм 10 килограмм, килограмм 10 гектаграмм, гектаграмм равен 10 декаграмм, декаграмм 10 грамм, грамм был равен 10 дециграмм, дециграмм 10 сантиграмм и более мелкая дециграмм была миллиграмм. а кубический мер игрок, как я уже говорил, это стеры вот допустим, декастер был равен 10 стерам а стера, это один кубический метр, был равен 10 децистерам и так работы Мишена и Деламбра, столь осложненные международными отношениями завершились в конце лета 1798 года стало возможным создать точный метр отвечающий самым современным достижениям науки вскоре Франция создала международную конференцию чтобы сделать метрическую систему достоянием всего цивилизованного мира конференция работала с сентября 1798 года по июнь 1799 года за это время специалисты изготовили новые платиновые талоны метра и килограмма которые и были утвердены конференцией оказалось, что в соответствии с мерениями Мишена и Деламбра метр был равен не 3 футам и 11,44 линии а 3 футам 11,296 линии платиновые эталоны поместили в архив Французской Республики а железные копии раздали участникам международной конференции ну а тем временем во Франции снова поменялся политический строй новый глава государства пришедший в результате переворота 1799 года Наполеон Бонапарт один из трех консулов а затем единственный консул Франции так вот Наполеон Бонапарт еще 10 декабря 1799 года издал закон, по которому сохранял в силе закон 1795 года но вместо временного метра ввел в качестве талоны метр архивный однако, несмотря на все усилия французских властей введение новой системы заняло не одно десятилетие обращает на себя внимание то обстоятельство что успех в распространении новой системы способствовал сохранению в обиходе на равных с метрической системой старых привычных к населению мер, приравненных к новым переходный период длился порядка 40 лет то есть сменилось одно, а то и два поколения людей, которые были привычны к коллекционным мерам для того, чтобы вот они в последующих поколения уже нормально, обыденно воспринимали метрическую систему только с 1 января 1842 года метрическая система в полной мере восторжествовала во Франции и теперь поговорим вкратце о распространении метрической системы в мировом масштабе после Франции первыми по собственной инициативе заимствовали метрическую систему соседние страны в начале Испания в 1849 году затем Португалия в 1852 году а затем и Германия в 1868 году в общем Германия сделала новую систему обязательной в 1864 году Англия а в 1866 году Соединенные Штаты Америки допустили законное применение метрической системы параллельно с традиционными мерами то есть фунты, футы, ярды, инчи остались но и одновременно параллельно можно было говорить о сантиметрах, килограммах, миллиметрах и так далее в 1860-е годы усиливается деятельность ученых разных стран направленная на скорейшее введение метрической системы повсюду все это вышло на уровень международного права и в марте 1875 года 17 стран, участники дипломатической конференции в том числе и импературская Россия подписали соглашение о работе по внедрению метрической системы в Париже на постоянной основе создавалось международное бюро мер и весов которому поручалось изготовить копии архивных метра и килограмма эталоны для стран-участниц деятельность по внедрению международной десятично-метрической системы мер и веса заметно оживилась после этого и работы бюро по созданию копий завершились в 1889 году эталоны метра были изготовлены из сплава платины на 90% и иридия на десяти процентов в этом сплаве вот этот вот сплав платины иридия получил название иридиевые платины эталон представлял собой стержень х-образного сечения воспроизводящего архивный метр с точностью до одной тысячной миллиметра и на конференции стран-участниц эталоны распределяли по жеребию так Россия получила эталон метра под номером 28 и эталон килограмма под номером 12 это событие имело большое значение так как ознаменовало победное шествие метрической системы в мировом масштабе надо сказать что в России новую систему мер уравняли в правах со старыми традиционными по закону 4 июня 1899 года интересно что в Финляндии это сделали на 7 лет раньше то есть этот закон устанавливал связь аршина и фунта с метром и килограммом соответственно отныне метрические меры могли применяться наряду с традиционными надо сказать что вопрос о единовременном полномасштабном переходе на метрическую систему не ставился решать эту проблему предстояло другим поколениям и в другой России согласно данным Министерства торговли и промышленности Франции на 1910 год международная метрическая система была принята в качестве обязательной в Аргентине, Австрии, Бельгии, Бразилии, Болгарии, Чили, Колумбии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурге, Мексике, Нидерландах, Норвегии, Перу, Португалии, Румынии и многих-многих стран кроме того метрическую систему легализовали в Боливии, Египте, Греции, Японии, Турции, США и в территориях наподобие Филиппин, Кубу, Порта-Рико и так далее наша лекция подходит к концу что касается списка литературы то он практически тот же как и к предыдущей лекции напоминаю что это работы Хинца это работы общего плана по вспомогательным историческим дисциплинам поскольку там везде рассматривается вопрос исторической метрологии и быстренько контрольные вопросы из какого языка были взяты наименования основных единиц метрон, грамм и так далее кто из известных исторических личностей причастен к разработке метрической системы в какой стране ввели впервые метрическую систему из какого металла был изготовлен первый этап и с нитьем как арест Продолжение следует...